МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал Регион-12, информационная программа Регион-12, новости Республики, в студии Дарья Разинова. Здравствуйте! Сразу двух невест из Мариэл представят 8 марта знаменитому козлу Тимуру из Приморского сафари-парка. Напомню, что за судьбой козла, привезенного в качестве ужина тигру Амуру, еще недавно с замиранием сердца следила вся страна. Ведь тигр козла не съел, а наоборот, завел с ним трепетную дружбу. Некоторое время назад в необычной паре произошел конфликт. Теперь Амур и Тимур живут раздельно, а сотрудники сафари-парка ищут Тимуру невесту. Для претенденток даже организован конкурс. Будем надеяться, что знаменитый козел сделает выбор в пользу марийских коз, чем очередной раз подтвердит качество продукции марийских козоводов. Кстати, на днях козьи продукты из Мариэл были удостоены золотой медали на престижной международной выставке Продекс по 2016. А перспективы развития козоводства и производства продукции из козьего молока обсуждались на днях и в правительстве республики. Глава Мариэл Леонид Маркелов отметил готовность субсидировать из регионального бюджета затраты на расширение уникального хозяйства. Три продукта под брендом «Сделано в Мариэл» в первую очередь детское питание из козьего молока стали лучшими на международной выставке, в которой приняли участие производители из 65 стран мира. Золотая медаль одного из самых авторитетных событий в сфере продовольствия Продекс по 2016 – свидетельство того, что аграрии из нашей республики сегодня на верном пути и оставили позади конкурентов из России и ближнего зарубежья. Выставка прошла в начале февраля. Мы сами самостоятельно участвовали там первый раз. Участвовало там 65 стран. По молочной промышленности было 260 предприятий разных. Белорусы знаменитые были, которые считаются сегодня лучшими на территории СНГ, и, в общем-то, наверное, Европе. Значит, белорусы были хороши. Ну, а мы выставляли три продукта. Значит, два творога для детского питания, просто творог из козьего молока и холомеса для жарки. Значит, продукты наши все три получили золотую медаль. Кстати, белорусы получили восемь и получили три медали. Наверное, по сравнению с Белоруссией, для одного селерновского завода достаточно хорошо. Значит, посетители очень активные, покупатели, торговцы активно на нас реагировали. Мариэлские продукты интересны, им без внимания, то есть республика как бы на слуху известна достаточно. Однако сегодня козаводы, как Мариэл, так и других регионов страны пытаются обратить внимание федеральных властей на общую для всех проблему. Отсутствие эффективной системы государственной поддержки молочного козаводства. Поднять этот вопрос готово правительство Мариэл, обратившись соответствующим письмом к правительству Российской Федерации. Кроме того, Леонид Маркелов выразил готовность субсидировать из-за республиканского бюджета часть затрат в случае, если предприятие будет расширяться, то есть строить завод по глубокой переработке козьего молока. Продукт известен за пределами нашей республики. Сегодня это республиканский бренд. Продукция из козьего молока. И я думаю, что это очень хорошо. В прошлом году мы построили цех по производству детского питания из козьего молока. В этом году надо продолжить производство. И в этом сегменте двигаться. Так вот сложилось, что 3% населения в Российской Федерации, несмотря на то, что им положены молочные продукты, они не могут употреблять продукты из корови молока. У нас хорошее есть поле деятельности, потому что, если посчитать, сколько это от общего числа населения Российской Федерации, и второе, учитывая, что такое предприятие единственное в республике Морелло, я считаю, что перспектива очень хорошая. Республиканский бюджет предусмотрел в этом году 25 миллионов рублей для того, чтобы, скажем так, субсидировать затраты предприятия в случае, если вы решитесь строить производство по переработке глубокой молока, из козьего молока. Если вы пойдете на этот шаг, мы вас поддержим. Я думаю, что это и новые рабочие места, и рентабельность, и новый объем выпускной продукции. Для предприятия это выгодно, потому что мы оказываем поддержку, пока вы развиваетесь, а потом надеемся, что вы будете содержать республику, выплачивая налоги. Мы будем стараться. К 2014 году, за прошлый год, мы, по-моему, заплатили порядка на 70% больше налогов. Ну, это и хорошо. Напомню, что молочное козоводство на промышленной основе в МРИЛ развивается с 2003 года. В настоящее время численность коз на ферме составляет около 2000 голов заанинской породы. Благоприятный инвестиционный климат, созданный в республике, должен быть сохранен даже в непростой экономической ситуации. Этот тезис можно назвать основной республиканской антикризисной программой. Суть ее проста. Будет работать бизнес, значит, будут рабочие места, налоговые отчисления, значит, социальные программы будут реализованы. В МРИЛ принято сразу несколько законопроектов, направленных на улучшение инвестиционного климата в республике. Депутаты Государственного собрания рассмотрели новый закон о промышленной политике. В свою очередь, на сессии городского собрания утверждены правила получения статуса приоритетного инвестиционного проекта. Поддержать инвесторов и словом, и делом. В МРИЛ сделан еще один шаг по созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе. На сессии Госсобраний МРИЛ принят новый законопроект о промышленной политике, инициированной правительством республики. В МРИЛ объем инвестиций в основной капитал в прошлом году несколько снизился. Однако в целом для республики цифра все равно остается внушительной – около 40 миллиардов рублей. Задача Максимум – создать такие условия, чтобы предприятия республики продолжали вкладывать средства в открытие новых производств, модернизацию и техническое перевооружение. Закон Республики МРИЛ о промышленной политике нацелен в первую очередь на помощь предпринимателям, помощь промышленным предприятиям. Там есть совершенно новые статьи в этом законе. Это и контракт с предпринимателями. Это реализующими проекты на территории Республики МРИЛ. Потом по решению главы Республики Леонид Игоревича Маркелова будут пересмотрены закон о привлечении инвестиций, положение этого закона в сторону уменьшения средств, вкладываемых предпринимателями в бизнес. Другими словами, если раньше инвестиционный проект должен был быть достаточно масштабным, чтобы рассчитывать на налоговые преференции, то в текущем году порог доступности льгот будет существенно снижен. К примеру, для сельхозпереработчиков льготная ставка налога на имущество сейчас применяется лишь при объеме инвестиций свыше 5 миллиардов рублей. В планах снизить этот показатель до 25 миллионов рублей. Для промышленности будет увеличен срок снижения, вернее, отмены налога на имущество после реализации проекта. И там тоже будут определенные преференции. Дополнительные меры поддержки инвесторов по поручению главы Мариел применяются и на муниципальном уровне. Депутаты горсобрания утвердили правила получения статуса приоритетного городского проекта. Главное условие – проект реализуется на территории Йошкаралы. Объем инвестиций – не менее 100 миллионов рублей. Проект предполагает прирост налоговых поступлений в городской бюджет в размере 5% в год. Срок капитальных вложений – не более 7 лет. В этом случае инвесторы могут рассчитывать на обнуление арендной платы за землю. Кроме этого, на дальнейшую муниципальную поддержку могут рассчитывать те инвесторы, кто дополнительно вложит инвестиции в размере не менее 25 миллионов рублей. Это решение – одно из самых важных, что были приняты за год работы нынешнего собрания депутатов. Мы провели 21 сессию. 10 плановых и 11 внеочередных. 263 решения за этот год мы приняли. Из них около более 30% – это нормотворческая работа. Самый, наверное, важный финансовый документ – это бюджет города. Вовремя поправить и вовремя предусмотреть те или иные финансирования – это очень важно для жизнедеятельности города. На сессии Государственного собрания, в свою очередь, утвердили членов Общественной палаты Республики. Правда, пока не в полном составе. Согласно букве закона, депутаты Госсобрания утверждают 11 человек. Это одна треть. Еще столько же утверждает глава Мариел. Остальных выбирают уже сами участники Общественной палаты. Полный состав – это 33 человека. В числе функций Общественной палаты – учет мнения и интересов жителей Республики при выработке государственной политики, а также проведение общественной экспертизы республиканских законопроектов. Науки все возрасты покорны. Около тысячи научно-исследовательских работ очно и заочно представили школьники Поволжья на четвертом по счету форуме «Мой первый шаг в науку». Возраст учеников от 7 до 18 лет – организатор один из ведущих вузов республики – Поволжский государственный технологический университет. Подробнее о тех, кто думает о большой науке уже со школьной парты – в материале нашего корреспондента. Сосна, обработанная морилкой, сверху обивка из поролона. Этот пув 16-летний Всеволод сделал своими руками. Говорит, в мебельных магазинах подобные кресла-качалки стоят как минимум 8 тысяч рублей. Себестоимость его изделия – всего полторы тысячи. Для Всеволода этот форум уже третий по счету. Из года в год любимой остается секция «Древесина на все времена». Предысторией создания моего изделия являлось то, что у нас в семье появился маленький ребенок. Это моя сестра. И для того, чтобы маме было удобно ее кормить, а также укачивать, я решил создать такой пуфик. То есть пуфик, основанный на эффекте маятника. Исследования на стыке наук. От классических, математики, физики, химии до современных. Робототехники, IT-технологии, наноэлектроники. Всего 19 секций. На четвертый по-волжески научно-образовательный форум «Мой первый шаг в науку» ПГТУ собрал более 500 школьников из Мариел, Чуваши, Татарстана, Кировской и Нижегородской областей. В рамках секции «Клуб юных исследователей» свой первый шаг в науку сделали школьники третьих-четвертых классов. Наш проект называется «Применение оптического метода для исследования углеводного состава яблочного сока». Моя работа – это «Бизнес виртуальных миров», о исследовании прибыли от игровой индустрии. Я рассматриваю «Волготех» как один из основных университетов, в которые я собираюсь поступать. Участие в форуме дает школьникам весомые конкурентные преимущества. Во-первых, это возможность разработать свой научно-исследовательский проект в той сфере, который интересует уже со школьной скамьи. Во-вторых, все тезисы докладов включают в специальный сборник. В этом году он будет электронным. А это, по сути, первая научная публикация. И, наконец, в-третьих, победители каждой секции получают дополнительные баллы в свою портфолио. В прошлом году при поступлении в «Волготех» победителем форума «Мой первый шаг в науку» начислилось до 10 баллов вдобавок к сумме ЕГЭ. Это прекрасный образец, мне кажется, сотрудничества вуза и школы. Современные дети, они очень хорошо информированы, они владеют интернетом, они любознательны. И вот задача педагогов и общеобразовательной школы, и высшей школы поддержать эту любознательность. Я люблю повторять фразу. Экономика, инновационная экономика особенно, начинается со школьной парты. И поэтому мы вот должны воспитывать в наших детях именно креативный дух, дух поиска, новаторства. И это здорово. Так совпало буквально за несколько дней до форума ректор ПГТУ Евгений Романов принял участие в парламентских слушаниях Комитета Госдумы России по образованию. Речь шла о состоянии и перспективах развития высшего образования в стране. По итогам парламентских слушаний выработан ряд рекомендаций в адрес правительства России. По словам Евгения Романова, сейчас как никогда важно выработать дополнительную нормативно-законотворческую базу в сфере образования, создать действенный механизм реализации целевого приема в вузы с участием работодателей. Другими словами, сделать так, чтобы молодые специалисты после окончания вузов оставались работать не только в столице, но и приезжали по направлению в российские регионы. Я обращу внимание, что как раз государство должно именно поддерживать особенно региональные вузы, потому что основная часть продукции все-таки делается не в Москве, не в Питере производится, а она как раз здесь в регионах. И в нашей республике тоже масса замечательных инновационных предприятий, в том числе, особенно подчеркиваю, оборонного комплекса, которые как раз и выпускают эту наукоемкую продукцию, которая востребована сегодня как никогда. Одно из предложений – распространить успешный опыт реализации федеральной программы «Новые кадры ОПК» и на другие стратегически важные отрасли промышленности России, которые нуждаются сегодня в кадровой подпитке. Например, новые кадры лесопромышленного или аграрно-промышленного комплексов. Кстати, в этом году, как и в прошлом, в Волготехе приоритет отдан техническим направлением подготовки. Всего на бакалавриат и специалитет выделено более 1400 бюджетных мест, магистратура – свыше 900. Подробнее об институтах и факультетах на официальном сайте Волготеха. Продать старую квартиру все сложнее. С одной стороны, цены на квадратные метры в Хрущевке, Сталинке, да и в целом на вторичке падают. С другой стороны, сам рынок жилья сейчас словно замер. Спрос низкий. Именно сейчас дальновидные застройщики пока еще стараются удержать приемлемые цены на жилье, даже несмотря на то, что дорожают стройматериалы. Сданы первые три подъезда нового дома. Стоимость однокомнатных квартир от 1 млн 310 тыс. рублей, а двухкомнатных от 1 млн 950 тыс. рублей. Тем, кто ищет более выгодные предложения, мы предлагаем рассмотреть квартиры во второй очереди, которые будут сданы уже в апреле этого года. Дом готов более чем на 80%. И при этом на квартиры действует скидка до 100 тыс. рублей. Второй дом по улице Кирова в жилом комплексе Малая Медведева на границе с Ешкаролой выполнен в кирпично-панельном исполнении. Дом переменной этажности. Всего более 200 квартир. Из них 99 – это первая очередь. Жилье здесь охотно приобретают участники военной ипотеки, обладатели материнского сертификата. Квартира максимально готова к чистовой отделке. Не хотите делать ремонт самостоятельно? Специальное предложение от застройщика. Квартиры сразу с чистовой отделкой. Заезжайте хоть завтра. Впервые мы работаем партнерами компании Честер Инвест. Мы оказываем помощь нашим клиентам в продаже старой недвижимости на вторичном рынке. А при выборе квартиры Малая Медведева мы не берем комиссии. И вы даже можете получить скидку. Это удобно и выгодно. Застройщик Честер Инвест сегодня работает сразу с несколькими надежными риэлторскими компаниями. Подробная информация о них размещена на сайте малаямедведева.ру. Все партнеры-риэлторы не берут комиссионных с тех, кто покупает квартиры в жилом комплексе Малая Медведева. Экономят здешние новоселы и на коммуналке. Дома с поквартирным отоплением. Район спокойный. При этом под рукой гипермаркет, спортивный комплекс, районная поликлиника, три детских сада, школы. Кстати, Медведевская гимназия и Медведевская школа номер три, согласно рейтингу Министерства образования и науки России, по итогам прошлого года вошли в топ-200 лучших школ страны. Одним словом, оптимальное место для семей с детьми. Пока еще действуют выгодные ипотечные программы с господдержкой, приобретите квартиру в новостройке по доступным ценам от 1 миллиона 310 тысяч рублей. Подробности в офисе продаж Честер Инвест по улице Кирова, 13, в жилом комплексе Малая Медведева. Кирова, 13, в жилом комплексе Малая Медведева. И целая философия. Цирковые артисты не ходят на работу, они так живут. И сегодня мы с вами посмотрим, насколько легка, сложна и интересна жизнь циркового артиста. Живут артисты вот в таких фургонах. Внутри стараются создать максимально комфортные условия и домашний уют. Ведь жить им здесь приходится по 7-8 месяцев в году, пока гастролирует цирк. Здесь у нас душевая кабинка, стиральная машинка. Стираем себе, детям. Проведена водичка. Условия не весть какие, но только что вот делаем ремонт, будем оббивать все красиво. Покрытие вот напольное постелили. Ну так создаем себе максимально улучшенные условия для работы, для проживания. Ну как видите, все есть. И помыться, постираться, что обязательно. Вячеслав Залевский артист из Нижнего Новгорода. Остальные из разных уголков страны. Ведь передвижной цирк не имеет постоянной прописки. Из города в город на гастроли артисты переезжают чаще всего на своих автомобилях, так удобнее. Дети обычно путешествуют вместе с родителями. Для них цирк – это и спортивная секция, и кружок по интересам. Неудивительно, что многие из них впоследствии идут по стопам родителей. Школьников устраивают учиться недалеко от стоянки цирка. Две-три недели в новом городе, в новой школе, а потом все по новой. И опять калейдоскоп новых лиц людей. Это моя кухня, это тоже, это, это. А вот это самое любимое. Вы здесь же все готовите, да? Да, здесь готовим. Здесь у нас стол, уголочек. Пьем чай с баранками, чайничек, умывальник. Беседуем здесь, собираемся иногда, отдыхаем культурно. А это еще одна всеобщая любимица. Зовут ее Тина. Она гастролирует вместе с цирком. Вот только на сцене она не выступает. Ее задача – развлекать свою маленькую хозяйку. Да и взрослым с ней веселее. Все-таки место, где тебя ждет собака, уже можно назвать домом. Цирковым животным повезло гораздо меньше. Едут на гастроли они в клетках и загонах. Зато и награда за неудобства выше. Любимая работа и аплодисменты зрителей. А скромные животные артистами не становятся. А это пони по имени Ляля. Она настоящая цирковая артистка. Она так же, как и люди, путешествует вместе со своим цирком. Кстати, Ляля очень любит выступать, очень любит аплодисменты. Так что, если вы придете на выступление, не жалейте ладошек. Аплодируйте Ляля. В передвижных цирках животные чаще всего принадлежат дрессировщикам. Они решают, как и чем их кормить, лечат и ухаживают за ними. Соответственно, зарплата таких артистов выше. Ведь сюда закладываются расходы на содержание животных. Днем, когда манеж пустует, артисты по очереди оттачивают свое мастерство. Например, жонглёрам требуется как минимум 3 часа тренировки в день, чтобы не потерять технику. У вас очень хорошо получается. А вот рука неправильна, потому что руки работают только здесь. Когда У обучают искусству жонглёра, руки вообще связывают. Вот так. Да вы что? Мало того, что правильно кидать, за этим надо еще одновременно за всем следить. Причем я на руки, как вы видите, не смотрю. Почему не смотрю? Потому что руки у меня выставлены. Мы открываем программу. У нас номер называется геометрия. Другими словами, кубы. Ну вот большой красивый куб. Очень жутко тяжелый. Если бы вам предложили сейчас какую-то высокооплачиваемую работу, где-то на месте, в городе, в своем жизни. Мы артисты, мы привыкли. Мы не можем сидеть на месте. Ну что, вот я не представляю, что такое дом, работа, работа, дом. Это же скучно. Некоторые люди не понимают. Они говорят, вот как вы тоже. Вам не надоело ездить? Нет, не надоело. Потому что это наша жизнь. Площадь Оболенского-Ноготкова открыта в Ишкороле 4 ноября 2007 года. По соседству здание правительства республики, администрации города, а также сразу два государственных вуза. Центр притяжения горожан и гостей Ишкоролы – национальная художественная галерея. Но для тех, кого интересует мода, открыты двери современного торгового центра. Наступление весны пробуждает практически в каждой моднице желание кардинально обновить свой гардероб. Стать более свежей, привлекательной и стильной. О тенденциях грядущего сезона «Весна-2016» в рубрике «Галерея стиля». Маст-хэв этого сезона – свитшот. Внешне очень похож на толстовку, но имеет одно существенное отличие. У него может не быть капюшона, и он имеет характерный круглый вырез у самого горла. Благодаря ярким рисункам, декоративным элементам и другим деталям он становится желанным гостем в гардеробе любой молодой девушки. Тем более, что он хорошо сочетается с любыми вещами. На модных свитшотах обычно изображены яркие цветочные принты, геометрические фигуры и линии, философские мотивы и изображения пейзажей и зверей. Для большинства современных девушек Деним уже давно является основой базового весеннего гардероба в стиле кэжл. Естественно, что в теплое время года не обойтись и без стильных красивых джинсовых брюк. Хорошо иметь несколько удачных моделей, которые не только соответствуют модным тенденциям сезона, но и выгодно подчеркивают достоинство фигуры. Если вы отдаете предпочтение женственным фасонам, то в вашем гардеробе обязательно должно присутствовать приталенное платье. Такой вариант подчеркнет вашу талию и создаст очень женственный образ. В этом году дизайнеры учли предпочтение, пожалуй, всех модниц. Результат получился фантастическим. Внимание к деталям важно для многих дизайнеров. Именно поэтому в этом году мы увидим много необычных форм, застежек и ремешков на сумках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То же самое касается и кожи рептилий, из которых в этом сезоне чего только не шьют. Настоящим украшением любой сумки может стать правильно подобранный рисунок. Например, традиционная клетка Бёрбери. Новое поступление свитшотов марки Живанши и Филипп Лэйн на втором этаже в отделе Келвин Кляйн торгово в центрах галереи. Также новое поступление аксессуаров для вашего образа в отделе Гримуар на первом этаже. Если не хотите пропустить новую коллекцию или сезонную распродажу, заполняйте анкету в торговом центре галереи и получайте смс-уведомления о новинках моды. Только 27 и 28 февраля. Скидка до 50% в отделах трикотаж и обувь. Подробности у продавцов-консультантов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова